Друзья, это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, у нас 1 ноября. Йеменские хуситы официально объявили войну Израилю и начали эту войну с запуска по Израилю баллистической ракеты. Вот только проблема. Эта ракета была сбита суперсовременной системой ПВО Израиля. Речь идет об Arrow 3. Это система, которая предназначена специально для перехвата баллистических ракет за атмосферных высотах. То есть примерно до сотни километров над землей, а дальность поражения составляет от 1000 километров до, как говорят некоторые, чуть ли не 5000 километров. Это действительно самая совершенная система, ее даже и Германия собирается закупить. Она более совершенная, чем даже патриоты, которые тоже, как известно, предназначены для поражения баллистики. Но опять же, там дальность и высота поражения в 4 раза меньше по сравнению с Arrow 3. В результате йеменские хуситы начали свою войну не менее позорно, чем, в принципе, позорно выглядит сама суть этой войны со стороны Йемена. Которая, естественно, является не войной каких-то там хуситов, а это, опять же, война Ирана против Израиля. Того самого Ирана, который множит свои прокси-силы в регионе, чтобы не напрямую атаковать Израиль. В том числе потому, что у него просто физических возможностей нету. Ведь у него нету прямых границ с израильским государством. Ну и, собственно, делает он это для того, чтобы его невозможно было бы официально обвинить. Вот эти и хамасовцы, и йеменские хуситы, и Хезбаллан. Все это проиранские или напрямую иранские прокси, которые как раз-таки с помощью оружия, которое им передает Иран, должны воевать с Израилем. В том числе, мы можем быть уверены, и вот эта баллистическая дальнобойная ракета, которая должна была бы пролететь какие-то сотни-сотни километров в сторону Израиля. Это тоже, собственно, ракета, которую Иран передал йеменским хуситам. Мы видим, что, несмотря на все попытки, у Ирана ничего не выходит. И одни за другими его прокси терпят поражение. А хамас сейчас находится под тотальной бомбардировкой с неба и с земли со стороны Израиля. Что касается Хезбаллы в Ливане, то есть вот этой террористической ливанской группировки, которая тоже пользуется поддержкой Ирана, то и против нее Израиль применяет все более интенсивные и разрушительные удары на юге Ливана. Ну и вот теперь скоро дойдет и до йеменских хуситов, как сегодня заявили официальные представители израильских властей. Вообще-то говоря, мы, видите, говорит, и в отношении йеменских хуситов можем продемонстрировать силу. И когда придет время, мы это сделаем. Опять же, сегодня проскочила информация, озвученная в СМИ, что, мол, Хезбалла решит объявить масштабную войну Израилю в случае, если террористическая группировка Хамаса кажется на грани поражения. Но я полагаю, что все это не более, чем относительно пустые угрозы. Опять же, со стороны Ирана. Ведь я напомню, что Иран уже делал однажды свое китайское предупреждение, когда сказал, что, мол, в случае, если израильская армия войдет в газу, то в этом случае Израиль пересечет красную линию. И вот тогда-то Иран и начнет полномасштабную войну против Израиля. Или, в всяком случае, тогда он вмешается вот в этот конфликт. Но мы видим, что вот уже 20 тысяч израильских военных вместе с тяжелой бронетехникой зашли в газу, берут целые кварталы, а при этом Иран как не вмешивался, так и не вмешивается. А все, что он может, это выясняется. Передать баллистическую ракету своим маргиналам Хуситам и от их имени запустить эту ракету, которая еще и будет сбита израильской системой ПВО. В результате чего в очередной раз превосходство Израиля во всех видах вооружения своими противниками доказано, равно как и доказана неспособность противников Израиля даже с помощью относительно современного и сверхмощного вооружения атаковать Израиль. Потому что, еще раз говорю, баллистические ракеты, и это, собственно, последнее слово техники в современной войне. Это прекрасно видим даже по ситуации с Украиной. И можно быть уверенным в том, что Израиль выдержит и куда более массированные ракетные удары в случае, если таковые вдруг произойдут. Потому что та же Эра У-3 работает в режиме, когда она может в течение 30 секунд сбить до 5 баллистических ракет. А ведь далеко не только Эра У-3 есть у Израиля, там есть и Патриоты, там есть и Железный Купол. В общем, глубоко эшелонированная система ПВО предназначена для решения разных вопросов и для борьбы со самыми разными угрозами, как ракетными, так и дроновыми. И все это, конечно, на фоне того, что все-таки пока что у тех же террористов Хамас сохраняются возможности бить по израильской территории, причем бить хаотично и не прицельно примитивными ракетами типа Касам. Но, как сообщается, таких ракетных обстрелов становится все меньше и меньше. По мере того, как Израиль продвигается по территории Газы, по мере того, как он уничтожает все больше лидеров-боевиков Хамаса, а таковых уничтожено уже более 50 за минувшие три недели вот этой вот операции «Железной мечи». Ну и, конечно, на пути вот этой поступи Израиля против Хамас невозможно, к огромному сожалению, обойтись без мирных жертв, как и в любой войне высокой интенсивности. Такие жертвы есть. То есть вот последняя, конечно, жертва – это вот удар по, как говорят, лагерю беженцев в секторе Газы. На севере этого сектора прилетела израильская бомба по зданию, где, как выяснилось, были десятки, если не сотни мирных жителей, которые укрывались там, вот в этом лагере. И независимые западные издания говорят, что вот только к утру было извлечено около 50 тел, тел погибших людей, ну, очевидно, будет еще. И раненых очень много, конечно же, десятки, даже, кажется, сотни. Ну, а Израиль официально взял на себя ответственность за этот удар, заявив, что там скрывался один из лидеров боевиков, и я думаю, что не только он, там и другие скрывались. Тут все совершенно очевидно, как всегда, лидеры боевиков Хамаса прячутся за спинами женщин и детей. Кроме того, надо помнить о том, что Израиль ведь именно по этой причине предупреждал всех жителей севера Газа, чтобы они срочно покидали свои дома и эвакуировались на юг сектора Газа. Именно потому, что изначально предполагал, что на севере будет мощная операция. Предупреждения были выданы. Сначала был дан день на эвакуацию, потом стало ясно, что за сутки невозможно провести такую серьезную эвакуацию. В итоге, по сути, эта эвакуация растянулась на неделю. Отчасти даже вот американские власти, как выяснилось, притормозили начало сухопутной операции Израиля в секторе Газа. Прошла неделя. Израиль уже не мог тянуть, и в итоге вошел в север. Ну и мы видим, что, в принципе, на севере, насколько можно понять, не так уж и много мирных жителей осталось. То есть, сообщалось недавно, что чуть ли не миллион их был перемещен на юг. То есть, в основном, в принципе, все они так или иначе прислушались к призывам израильской армии. Все они прекрасно понимают, на самом деле, что закончится эта война, закончится на тотальной победе Израиля над боевиками Хамаса. И все эти люди, все палестинцы вернутся в свои дома. Ну, если будет куда возвращаться, если же нет, то понятно, что будет международная помощь по восстановлению вот этого сектора, по созданию уже, наконец, палестинского государства. Вот появились сообщения сегодня, что после завершения вот этой операции в секторе Газа, Соединенные Штаты введут на территорию Газа миротворцев. Ну, и, естественно, что сейчас мы наблюдаем последние судорожные телодвижения боевиков Хамаса. Один из лидеров сегодня говорит, что, мол, мы будем проводить подобные операции, как было 7 октября, до тех пор, пока не рухнет израильское государство. То есть, это вот тот случай, когда труп говорит, не понимая, что он уже на самом деле труп. И в данном случае буквально вот этот лидер, один из лидеров, потому что, естественно, что Массад сейчас охотится на таких, как он, и, как бы, они все смертники, далеко не все умрут своей собственной смертью. Ну, и все это демонстрирует лишний раз моральный облик тех, кто пользуется отчасти поддержкой, по крайней мере, внешней, и, возможно, весьма рецемерной стороны очень многие из тех, кто сегодня по всему миру выходит на вот эти демонстрации в поддержку Палестины. Безусловно, палестинский народ очень жаль. Он заложник, он жертва. Даже если многие палестинцы поддерживают террористов Хамаса, они все равно в значительной степени оболванены, зомбированы, и, в общем, наивные жертвы. Это нужно понимать. Ну, вот даже сами боевики Хамаса, опять же, это признают. Другой лидер Хамаса только что сказал, что, мол, когда у него интервью спросил, а, собственно говоря, почему же вы построили за 20 лет такие разветвленные туннели, а при этом не позаботились о мирном населении, чтобы оно в безопасности оказалось, он на голубом глазу сказал, что, мол, вопросы безопасности населения сектора газа должны решать такие организации, как ООН. А вот наша задача заниматься исключительно туннелями. Ну, это при том, что, конечно, вопрос, откуда деньги-то на эти самые туннели. И вопрос имеет ответ. Эти деньги как раз ООН и выделила. Выделила ООН этим самым боевикам Хамаса, поскольку Хамас политическое руководство в секторе газа. Ну и вот, очевидно, они и эти деньги были потрачены как раз на создание туннелей, а не на безопасность мирных жителей. Поэтому, когда нам говорят о том, что, да, необходимо, конечно, стремиться максимально бережно проводить операцию в секторе газа, я с этим полностью согласен. И, насколько я могу судить, Израиль стремится к этому максимально бережному проведению операции. Но нужно также помнить и о том, что было 7 октября. Вот все больше и больше поступает сообщение о том, что тогда на самом деле случилось. Вот сегодня, например, одно из последних на эту тему сообщений, кадры того, что было с представителями израильского парламента, когда они посмотрели полную версию вот того, что называется вот совокупностью всех видео, полученных с нагрудных камер террористов. Вот террористы, когда заходили 7 октября в Израиль, в южные районы, у них у всех были нагрудники. И вот они с этих нагрудников снимали то, что они творили. Ну и вот потом, когда эти террористы были уничтожены в ходе ответной операции израильских войск, эти видеозаписи были собраны, они были обработаны как-то, ну и потом сведены вот в такую вот единую видеопленку, которая длится то ли 40 минут, то ли час, то ли полтора. И постепенно вот начали показывать разным представителям общественности и журналистам, и вот теперь уже депутатам израильского парламента вот эту самую видеозапись. Там без цензуры. Никогда эту видеозапись не покажут широкой общественности. В широкую общественность, то есть в паблик уходят только, что называется, вершки, а жуткие корешки остаются там. И вот те, кто посмотрел эту видеозапись, говорят, что кровь в жилах стынет. Ну, там можно только представить, что изображено. Ну, вот просто для примера, мой коллега, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер сегодня написал, что он не смог на самом деле дольше, чем 2 минуты это видеть. Его приглашали тоже на просмотр жуткой серии видеозаписи, он не смог, он отказался. Цитирую. «Меня тоже звали на этот показ, я отказался, я видел 2-х минутный фрагмент, который туда вошел, мне хватило, трясло час, стакан не мог к рту поднести и не спал всю ночь». Так он отреагировал на сообщение одного, как я тоже понимаю, коллеги, который сказал, что вот сегодня на одной из военных баз Тель-Авива показывали реальные кадры, снятые нагрудными камерами террористов, без монтажа как есть. Нас предупредили, что выдержать это сложно, увиденное невозможно представить. Когда начали показывать детей, показалось, что сердце перестало меня слушать, я не мог и ушел. Я не понимаю, как можно это не осудить, я не понимаю, как можно перекидывать проклятие на израильскую армию, большая часть которой это обычные израильтяне, жившие до этого обычной мирной жизнью. Они встали на защиту всех тех, кому были причинены нечеловеческие страдания. Хамас – это настоящий, непридуманный, свенцем. Евреи, воющие о непропорциональности ответа, это члены юденратов, и КПО, вы отвратительны, скорее, победы нашим». Ну, то есть, речь идет о чем? Что, на самом деле, у обеих сторон вот в этой ситуации, да, есть полное право требовать от другой заботы о гражданских, потому что и там, и там чудовищная боль. И погибшие 7 октября израильтяне, и, кстати, захваченные в заложники, это чудовищный ужас, неописуемый и запредельный, особенно для родственников, и тех людей, которые погибли, и которые взяты в заложники. Но равно, конечно, так и рядовые палестинцы, которые вот сейчас страдают в секторе газа, которые гибнут, которые получают увечья в результате вот этой операции, они тоже заслуживают, безусловно, сочувствия, потому что, особенно если речь идет о детях. И здесь не нужны исторические спекуляции, и смотреть, кто был виноват 10, 20, 30 лет назад, с какой, так сказать, точки отсчитывать. Можно отсчитывать 67-го года, можно отсчитывать 48-го, а можно, например, вообще пойти на 300 лет назад, и там вы услышите, причем с обеих сторон, доказательства, что эта земля, соответственно, была или мусульманская, или израильская, а можно и 2000 лет назад пойти посмотреть, что там было. И тут израилетяне скажут, вот смотрите, Ветхий Завет говорит о том, что это наша земля. Суть-то не в этом, суть в том, что это все не имеет значения, потому что 7 октября террористы Хамас просто ворвались в южный район Израиля и целенаправленно убивали гражданских. И вот одна из последних видеозаписей, которую лично я видел, это как вот эти боевики останавливали машины, расстреливали их. Таких видео много, причем разных, с разных мест, но вот в данном случае это выглядело следующим образом. Одна машина едет, ее расстреляли, вторая едет, становится вот этот вот боевик с противотанковым орудием и прицельно стреляет по вот этой вот машине, по легковому автомобилю, ракета попадает, подрывает этот автомобиль, ну, отлетает у него капот, в общем, естественно, машина останавливается и очевидно, что осколки, это взрывная волна, убивает тех, кто находился внутри, и такого моря. То есть, эти боевики целенаправленно убивали гражданских. Можно что угодно говорить об израильской армии, как именно она ведет боевые действия, можно критиковать за то, что Израиль не доверяет, например, ООН или Международному уголовному суду, что Израиль не идеально проводит бомбардировки, что все-таки есть мирные жертвы, но здесь нужно понимать одно, израильские солдаты никогда не вторгнутся на территорию газа и никогда не будет целенаправленно расстреливать мирное население. То есть, там не будет такого, чтобы израильские солдаты, например, прицельно били исключительно по легковым автомобилям. Чтобы они встали посреди дороги и начали расстреливать идущих мирно людей или гнаться за идущими, убегающими женщинами и детьми, чтобы они заходили непосредственно в дамаг палестинцам и просто специально вырезали целый семь. Ведь речь идет о том, что здесь был умысел на убийство гражданских, не военных. Тут вот соотношение между погибшими гражданскими и военными ну, примерно 1 к 10. То есть, если бы боевики Хамаса действительно вели бы достойную войну, они бы воевали против военных. Но это не так было. Они целенаправленно шли по большому-то счету против гражданских. То есть, да, конечно, военные тоже погибли, но, как выяснилось, нападение на военную базу это был, так сказать, бонус для боевиков Хамаса. Они убили, потому что могли, и самое главное, потому что они тем самым хотели обеспечить себе безопасность вот в этом ареале, чтобы захватить заложников, чтобы убить как можно больше гражданских. То есть, у Израиля такой цели нету. Цель Израиля это уничтожить Хамас, чтобы такого больше не повторилось. Больше никогда. Никогда больше. Друзья, я напоминаю, что у нас сейчас идет срочный сбор для украинских бойцов, которые в неравном бою держат сейчас оборону на самом тяжелом направлении в Авдеевке. Бойцы записали два видео, в которых они рассказали о своих самых насущных нуждах. Прежде чем показать эти видео, я коротко расскажу о том, что именно требуется. Требуются пикапы с кузовом, две штуки, каждой стоимостью до 9000 евро, четыре дрона типа Mavic версии 3T и 3E, в совокупности эти четыре штуки будут стоить 16000 евро, а также 15 топоров, три бензопилы, шесть рулонов пленки и 700 строительных скоб, то есть это стройматериалы, которые пойдут на создание укрепсооружений. Ссылки на ресурс, через который можно перечислить средства, вы найдете в описании к этому видео. PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Часть запроса, кстати говоря, оформлена официально за подписью документа от командира воинской части, к которой приписаны бойцы. Бумага у вас на экране. Я там, естественно, замазал конфиденциальную часть, но я оставил, естественно, самое главное. Это то, что, собственно, требуется. Кстати, стоимость этого оборудования, которое изложено в этом документе, 1230 евро. Все отчеты по сбору, как всегда, вы найдете в моем телеграм-канале, ссылку на который я опять же даю в описании. Цель нашего текущего сбора более 35 тысяч евро, однако, как вы понимаете, закупку оборудования мы будем производить не после окончания сбора, а по мере того, как будем собирать нужную сумму. Собрали какую-то часть, сразу закупили необходимое оборудование. Закупать мне это оборудование будут помогать в том числе и друзья из литовского фонда Швейцовской Кореи, если мы говорим именно о тех вещах, которые лучше покупать в Европе, а это, в первую очередь, машины и дроны. Эти же друзья доставят, как всегда, закупленное из Литвы на фронт в Украину, разумеется, кроме тех вещей, которые будут куплены самими бойцами. От того, как быстро удастся собрать средства, зависит жизнь бойцов. Тем временем, накануне я перечислил очередные 2000 евро под разделением сил специальных операций на дроны Дора Ивака. Этому есть подтверждение в виде вот этого документа, который вы видите на своих экранах. Речь идет о подразделении во главе с Константином Мельником. Это ребята, которые, опять же, работают с помощью тех дронов, которые они производят сами на передовой. Не забывайте о том, что вы можете приобрести сувениры с украинской символикой в магазине Игоря Юстмия. Средства от продажи идут на наши сборы, что особенно актуально в связи со срочным сбором для бойцов в Авдеевке. Ссылка на магазин Игоря в описании. Заходите и при желании поддержите этот благой проект, приобретя украинские сувениры. Ранее магазин Игоря Юстмия очень помогал нашим сборам, собирая вплоть до половины от общей суммы сборов. Так что низкий поклон ему и всем, кто помогает, ибо ваша помощь спасает жизни, друзья. Приветствую Александра Кушнаря и его подписчиков. Хочу поблагодарить эту категорию людей за помощь, которую нам они оказывают часто очень. и в хороших больших количествах. Еще летом было собрано для нас средства для приобретения прицелов. Но мы все пошли другим путем, с миру по нитке и как там, не знаю, ни с чем, говорит, одежка. Вот. Ну, значит, было собрано вместо двух у нас получилось три прицела вот и уже три вида вооружения, в данном случае минометы, они могут уже эти прицелы обслуживать, эти минометы в качестве системы наводки. Вот. И это нам помогает больше и больше бить этих не будем грубых негодяев, орков, так называемых. Спасибо еще раз огромное. и за нами будет победа. Слава Украине! Мы, бойцы из первой организованной бригады, вертаемся до небайдущих. Мы стоим на переднем окраине в полице с агрессором и тоже потребуем вашей допомоги. Собливо транспорта и расставки охотового склада, пикапы, туда-ходы и институт и продукты. А так же нам же не пометали дроны, вот какие-то для наших потребностей. Слава Украине! Слава Украине! Мы, бойцы из первой организованной бригады, вертаемся до небайдущих. Мы защищаем нашу Украину на северных продажах в районе Авдеевки и потребуем вашей допомоги. Особливо в транспорте нам бы ждалось два, а больше машин для эвакуации особого склада, судеходов, дронов разных типов и другим допомоги, на реку из моди нам на даты. Слава Украине! Героям слава! Мира и здоровья вам! До скорого! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава!